Приветствую вас! Я думаю, что можно сделать и то, и другое. То есть можно и уехать, и жить, условно говоря, хорошо в другой стране. Можно остаться здесь, ну, в России, и жить в России. То есть, как бы, тут на самом деле, разница не в этом. То есть, все заключается не в этом. Все заключается в том, что ваша неуверенность в себе, она будет присутствовать везде, где бы вы не были. Я полагаю, что основная проблема заключается в том, что, а, вы не уверены в себе, то есть не доверяете себе, вот, вы не доверяете себе, в принципе. То есть, вы не считаете, вот, свои чувства сколько-нибудь достойными того, чтобы на них обращаться, ну, чтобы на них операться при, скажем, принятии какого-либо решения. С другой стороны, вы почему-то считаете, что ошибка есть что-то очень, вообще, плохое и ужасное. То есть, вы позиционируете ошибку, как что-то очень трагичное, и ваша проблема в том, что вы, вот, почему вы боитесь поступить определенным образом, да? Потому что вы не хотите совершить ошибку, вот. Но почему-то вы здесь забываете при этом тот факт, что ошибаться, это, в общем-то, нормально, и что любая ошибка, именно ошибка ведет нас к прогрессу. Вот, поэтому я полагаю, что как только вы увидите причину, почему вы не доверяете себе, не доверяете своим чувствам, почему вы свои чувства обесцениваете, и как только вы перестанете бояться ошибок, то есть, как только вы перестанете исключать ошибки, вот. Я полагаю, что все тут же вам покажется очень легким, очень понятным, очень удобным, и очень, знаете, как я бы сказал, наверное, даже родным, я бы так сказал. Потому что сейчас для вас все тяжелое, да. Именно вот потому, что вы считаете, что не можете совершить ошибки, вы считаете, что, ну, не должны вы совершать ошибок. Вы считаете, что ошибки это что-то ужасное, это что-то плохое, вот. Но на самом деле ошибки это абсолютно нормально. И вот как только вы для себя эту историю поймете, как только вы для себя эти моменты выявите, да, как только вы примете, что ошибаться не только можно, но и нужно, естественно, извлекая для себя какие-то выводы, да, делая выводы и извлекая опыт. Да я думаю, в общем-то, что проблемы не будет. И тогда вы уже сможете принимать такие решения, которые вам будут, ну, которые вам будут подходить наилучшим образом. Вот. А до тех пор пытаться выбрать плюсы и минусы, они везде есть, они во всем есть и понимают это как, как выбирать, да, там, холодное мороженое, да, и, там, горячий суп. То есть, кому что нравится. Вот. Так что, я думаю, что ваш вопрос, да, вот он как бы не по существу немножечко задан. То есть, как бы вы хотите, чтобы мы за вас приняли решение, мы этого сделать не можем. Потому что психологи не дают советов. Вот. Мы не можем за вас принять решение, мы не должны этого делать, но мы можем помочь вам научиться прислушиваться к себе и научиться полагаться на себя. Я полагаю, если вы будете полагаться на себя, то ситуация будет гораздо более удобной, гораздо более приятной и гораздо более конкретной. Вот. Ну, а что касается детско-родительских отношений, то вы впитали от отца, вот Мабель, и по вашему мнению, женщина, она должна быть такой неуверенной в себе. То есть, вы считаете, что вот глубине души, вы считаете, что женщина, она, ну, должна быть такой, должна быть неуверенной в себе. Хотя, на самом деле, это, конечно, это, конечно же, не так, да, вот. То есть, лично вообще никому ничего не должно, в этом смысле, ну, в этом смысле. Вот. Так что, такая вот история. И, таким образом, получается, что исходить вам нужно именно из вот этих вот моментов. Доверять своим чувствам. Ага. Отказ, отход от их обесценивания. Вот. И, соответственно, изменение отношения к ошибкам. Это, как бы, ошибки, это то, что естественным, то, что нормальным. А, вот, в принципе, так, я думаю, можно, можно вам ответить на ваш вопрос. А, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.